Здравствуйте, уважаемые товарищи взрослые, меня зовут Сергей Анатольевич Шрибухин. Как вас зовут? Я узнаю, если вы в социальных сетях что-нибудь напишите в нашу группу ВКонтакте, телеканал Волгаред1, что-нибудь прокомментируете или опубликуете там фотографию, как это сделал сегодня там я. И вы знаете, я вот вчера опубликовал фотографию и сегодня, с разницей небольшой, повесили новый знак. Вот обратите внимание, вчера вот фотография, которая говорит о том, что главная дорога туда, а что поворот налево запрещен, знака нет, но тут вот есть кирпич, вот видите, кирпичик стоит, но и красная штуковина тоже лежит. И вы знаете, я обещал, что я обещал вчера, я говорю, завтра, в это же время с утра пойду и посмотрю, чем дело закончится. И вот, посмотрите, вот, наконец-то, наконец-то по ГОСТу. Ну, все по ГОСТу, слово-то какое, по ГОСТу. В общем, ГОСТ соблюден, налево поворот запрещен. И это видно вот здесь, повесили знак, и теперь все, теперь уж тебе не скажут, что я ехал там, никто меня не оповестил. Нет, тебя оповестили, повесили тебе знак, что налево поворот с улицы Мира туда, на улицу Ленина запрещен, потому что там односторонние движения. Ну, вы знаете, что я сделал? Конечно, я прошелся по улице Ленина, и, конечно, видел этих самых веселых людей, которые, ну, которые запутались в знаках, и которые продолжают по привычке ехать по односторонней улице в противоположную сторону. Ну, бывают такие, ничего, мы привыкнем, но слава, слава всему, слава, слава дорожникам, слава тем, кто развешивает знака, что они услышали, услышали тех людей, которые всю эту неделю говорили, прислушайтесь к ГОСТу, и они прислушались. Александр Рассказов, очень короткий рассказ о том, что молодые волгоградки устроили войну таксистам, причем вчера, как вы знаете, был день таксиста, и вот посмотрите, что они придумали. Мужчины с шашечками все чаще станутся жертвами двух волгоградских красоток. История на паре случаях не закончилась. Две красивые молодые девушки продолжают разводить волгоградских таксистов. Итак, Николай Исачев рассказывает, 22 марта он получил вызов в Кировском районе Волгограда. Вышли две молодые девушки, красивые, сели на заднее сидение, всю дорогу болтали, а потом попросили остановить около магазина и выбежали за сигаретами. Курить плохо, курить нельзя, вспоминает молодой человек. Обратно красавицы не вернулись, хотя Николай прождал их 40 минут. Звонил на номер, с которого поступил вызов, в трубку взяла барышня, сказала, что ничего не вызывало и резко отключилась. И так не только один он, так уже, как мы видим, 20 марта коллега Николая Артем попался на таком же случае. Итак, две красивые барышни, которые садятся на заднем сидении, что там болтают, потом говорят, «Останите нас, пожалуйста, здесь!» Имейте в виду, о вас уже говорят социальные сети. Все, пора выбирать какой-то новый способ добираться до того места, до которого вам нужно добраться. Но таксисты уже вооружены. Как только они будут видеть двух красивых, болтливых девушек на заднем сидении, уже они просто так не остановят вам, чтобы вы выбежали туда что-то купить в магазине. Нет! Сначала деньги! А потом уже идите. Как красиво город выглядел в 1977 году. Вот посмотрите, ресторан «Белый аист». Вы посмотрите, какие красивые-красивые дома. Посмотрите, все такое еще новенькое, чистенькое. Такое, понимаете, 1977 год, 40 лет назад. Замечательно. Что еще в Волгограде замечательного? В-1 сообщает, дороги Волгограда перекрыты на чемпионат мира 2018-го. Улицы, которые будут перекрыты с 0 часов 13 июня до 0 часов 16 июня. Ну, как видим, всего три дня. Но посмотрите, какие улицы. Посмотрите, все, что красным обозначено. Ну, весь центр. Знаете, вот если вы изучали, если вот в краеведении, то вот эти черты очень, знаете, практически повторяют очертания крепости Царицыно, который стоял, собственно, в далеком 1500-м, там, затертом году. Вот посмотрите. Вот здесь вот, да. Вот здесь вот. Значит, вот так шла церковь, крепость. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. То есть вот такая крепость была, и все эти дороги, вы знаете, наверное, в память о том, что здесь когда-то стояла крепость, взяли вот так вот и сказали, это все, эти дороги будут перекрыты. Здесь только пешеходы, никаких автомобилей. Хвастается тем, что испекла блинчики для котейки. Кто хвастается, непонятно. Кто хвастается, но коту явно понравилось. Кот уже парочку блинов навернул, и все, говорит, хватит. Довольно, кто еще чем хвастается. Хвастается тем, что есть личная лошадка по кличке Оливка. Да, ну, что же, лошадь сейчас стоит, как хороший иностранный автомобиль, поэтому стоит похвастаться и этим. И вот, информационное агентство «Волга Каспий» тоже, наверное, хвастается. Налетайте фанаты. Ротор начал продажу билетов на тестовые матчи в Волгоград-арене! Тестовая игра пройдет в субботу, 21 апреля, в 17 часов. В этот день Ротор в Волгоград чуть не сказал выиграет. Просто сыграет с лучом энергии из Владивостока. Затем, 2 мая, в это же время, Волгоградская команда примет на новом стадионе «Самарские крылья советов». Финал Кубка России сезона 2017-18 планируется провести 9 мая. Ох, 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 это будет денек. Это будет, конечно же, это все, вся эта безопасность будет лежать на плечах сотрудников нашей доблестной полиции. Как они должны сдержать вот этих вот буйных фанатов, которые приедут сюда на финал Кубка России со всей страны! Эх, да еще и 9 мая, эх, 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 с восклицательным знаком, эх, они, эх, эх, ждем 9 мая. Кубок финала России у нас в Волгограде. Волгоград онлайн показывает нам вот этого человека и говорит, вы знаете, этот человек пешком собирается пройти 2500 километров. Да, 2500 километров и большой поход вдоль Волги со смыслом. Житель Калининграда приступил к подхопке большого пешеходного маршрута «Окно». Маршрут пройдет вдоль Волги-матушки от Астрахани-Волгограда до Кинишмы. Это Ивановская область. И вот примерные пункты маршрута – это Астрахань, Волгоград, Саратов, Сызр, Мердянск, Казан, Дипосар, Неверонг, Гермудг, и, конечно же, Кинишма. Вот посмотрите, вот как его выглядит маршрут. Вот так он пойдет, 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 и вот здесь вот маршрут его закончится. Я уже вам показывал, как этот человек выглядит. Вот так. Ну, видно, спортивная подготовка есть. И вот какие виды, собственно, он ожидает увидеть. Ведь, да, мы ждем его. Большой поход. Молодец, он через наш город пройдет. И, скорее всего, если он будет проходить через наш город, не просто он пройдет мимо, он все-таки остановится где-то рядом с телекомпанией «Волгоград-1» и даст интервью. Ну, если хотя бы не остановится, то на ходу. На ходу мы с ним поговорим. Он все-таки ведь будет, наверное, все время идти. Это две с половиной... Это две тысячи километров, она пешком. Это до Москвы и обратно, еще наполовину. Молодец. Это послушано в Волгограде. Сейчас грипп... Кто сказал, что сейчас грипп? Сейчас вообще нет гриппа. Вы же о чем? И многие в общественных местах кашляют, не прикрывая рот. Но это да. Но это не грипп. Это всего лишь навсего... Если болеют, то пускай болеют все. Вот поэтому и не прикрывают рот. Как будто специально, когда рядом проходишь. Можно ведь просто прикрыть рот платочком или салфеткой, или рукой хотя бы. Особенно мне нравятся кассиры в магазинах. Покашляют, вытрут рот и нос рукой и пробивают продукты. Это ведь жесть, товарищи. Давайте уважать друг друга, не болейте анонимно. Пожалуйста, давайте уважать друг друга. Давайте, Польша, давайте не будем болеть. И не придется вытирать... Рукой нос. Что еще? Чем хвастается? Как во всей России... Вот, смотрите. Как со всей России в Москву и Питер ломятся, мы знаем. И как к этому относятся москвичи и питерцы тоже. А каково отношение волгоградцев к приезжим из Санкт-Петербурга и Москвы? Интересно. Интересно, да? Но вот Джек говорит, я им сочувствую. Виктор говорит, я их не видел. И Наталья говорит, абсолютно ровно. То есть, как вы, телезрители, относитесь к тому, что из Петербурга и Москвы приезжают люди в Волгоград? Как вы к этому относитесь? Ну вот, видите, некоторые им сочувствуют, некоторые их не видели. Но, судя по номерам автомобилей, москвичей здесь очень много. Вот что не автомобиль, то три семерки. Регион Москва. Типичный Волгоград подсмотрел, как проходит одно собеседование, сфотографировал и записал. Итак, у вас в резюме указано, что вы получали Нобелевскую премию в какой области? Ответ. Волгоградский. Полезные советы. Знаете, вот хочется дать вам полезный совет и просто показать вам. Знаете, как многие говорят, сейчас бы блины сделать. Да, сейчас вся кухня будет, это мука, яйца, все, что-то это. Смотрите, есть такой лайфхак. Уже весь современный мир делает блины в пластиковой посуде. Для этого вы берете, естественно, пластиковую посуду, вставляете туда воронку такую. И что? Ну, сейчас очень быстро, посмотрите. И туда в эту, собственно, муку, яйцо, соль, сахар, масло и молоко. Все это вот так закрываете крышечку, взбалтываете. И после этого, посмотрите, аккуратно выливаете на сковородку. И блины готовы. Все. Еще для тех, кто не успел записать рецепт, мы еще раз повторим крупным планом. И, ну, да, пожалуйста, приятного аппетита. Значит, смотрите, мука, яйцо, соль, сахар, масло, молоко. Количество посмотрите в любом, если вы, собственно, с интернетом на ты, на вы, на как угодно. Посмотрите состав, сколько чего положить, и все. И блины будут у вас теперь в пластиковые бутыли. И очень удобно выливать. Подслушанном в Волгограде стояло сегодня напротив магазина «Ждала мужа» автор этой статьи. Из магазина выжил молодой человек типичной наркоманской наружности. Как интересно выглядят типичные наркоманы? Вот, собственно, надо спросить у барышни. Досталось под куртки две огромные коробки конфет и большую дорогую банку кофе. Тут же пошел в ближайший киоск заматывать. Куда смотрела охрана? Видимо, охранники не за теми ходят. Охранники ходили, наверное, за теми людьми, которые были в дорогих одеждах, в общем-то, и ходили, смотрели где-то там в районе, ну, понятно, да, в районе дорогого элитного алкоголя. Ну, а здесь, да кто там за этими конфетами и банками кофе смотрит? Никто. А их как раз-таки и выносят. У Елены Ясенбаевой есть свой инстаграм, 214 тысяч подписчиков у нее. Она даже подписана, вот видите, у нее 115 друзей. И вот вы знаете, фотография, которая сейчас облетает все социальные сети, вот эта. Вот, посмотрите, как вам моя новая прическа. How do you like my new hairstyle? И, в общем, она благодарит. Но такое ощущение, что это правда. Вот видите, написано, похоже на Варнаву. И это правда. Вот одно лицо. То ли какая-то произошла ошибка, что опубликована фотография Варнавы, да, случайно. То ли на самом деле Ясенбаева на этой фотографии очень похожа на Катю Варнаву. Я не понимаю, но это просто одно лицо. Как такое произошло? Елена, как? Но очень похоже. Это не значит, что плохо. Это хорошо, мы не даем оценки. Просто, говорю, очень похоже. Очень похоже. ЧП Волгограда, регион 34, слэш-34, сообщающий скорее бы лето. Так хочется уже в расстегнутом пуховике походить. Меня зовут Сергей Анатольевич Ребухин. Откладываю фломастер, который я все это время писал в ваших телевизорах. Это программа «Емко». Обозрение всего социально-волгоградского. И увидимся завтра. Увидимся, увидимся. Может быть. Субтитры сделал DimaTorzok